Всем здорова, вы на канале Автосовет. Знаете, бывают ситуации, когда уезжаешь в отпуск или в командировку, машина остается рядом с домом многоэтажным, где-нибудь во дворе, и ты возвращаешься, потом открываешь дверь водительскую, чаще всего, и обнаруживаешь там некоторую бумажечку. И вот мне часто достаточно такие бумажки пихают в машины. Здесь вот написано, куплю ваш автомобиль, если продаете номер телефона, звоните, Никита. И мне интересно в этом видеоролике провести некоторый эксперимент. Я хочу позвонить Никите и узнать вообще, как они работают. То есть предложит ли он мне цену сразу же, или он приедет. И мы это все дело, естественно, запишем. После чего мы заедем в один из официальных дилеров, мультибрендовых дилеров в Москве, для того, чтобы они тоже оценили мой автомобиль в случае, если я хочу купить у них машину. Ну, то есть по программе трейд-ина. И сравним эти две истории, для того, чтобы вы для себя понимали, стоит ли вообще звонить вот под таким вот объявлением, или стоит, значит, заехать в трейд-ин и продать там машину. Конечно же, есть еще варианты просто дать объявление на автору. Падает тут всякое. И продавать. Поэтому давайте сравним цены. Садимся в машину, звоним Никите. Поехали. Алло. Алло, день добрый. Добрый. Меня Андрей зовут. Я вот звоню вам. У меня бумажечка в автомобиле обнаружил. Я куплю ваш автомобиль. Понял. Вы продаете? Да, собираюсь. Какая модель у вас? У меня Nissan Qashqai. Самый первый. Кузов J10. Девятый год. Девятый год. Сколько там в Одессе у него было? Я по ПТСу я четвертый. А по факту третий. Потому что там была перерегистрация с матери на сына. Понятно. Так, она на автомате? Да, вариатор. Два литра. Другая, наверное. Да, да, да. Нет, перец только. Какой пробег у нее? 120 тысяч. 121. Настоящий? Да, настоящий. И сколько она будет стоить? Я не знаю. Вот у вас же написано куплю. Поэтому звоню узнать цену. Просто обычно люди, когда продают, то цена какая-то. Ну, я только собираюсь. Думаю через неделю, скажем, выложить. Но, коли вы положили мне эту бумажку, я решил узнать. Я понял. Давайте так послушаем. Как с ценой определитесь, вы мне звоните. Ну, я когда определюсь, я же на автору тогда дам. Поэтому вот... Дайте на автору тогда. Ну, 600 положим цена. 600 тысяч за девятый год? Да. Я понял. Дайте его на автору лучше, действительно. Я не смогу вам помочь, извините, ради бога. Ага, до свидания. До свидания. Значит, ребят, посмеялись с обеих сторон и я, и он. Почему? Потому что, ну, как барыгу очень легко определить. Ему, конечно же, машина нужна прям по низу рынка и так далее. Хотя цену в 600 тысяч я назвал... За эту цену я не продал бы свой автомобиль. Это очень дешевая цена для Qashqai девятого года в выше средней комплектации с пробегом 120 тысяч. Вот, зайдите на автору, можете посмотреть. Короче, в чем суть? Я ему назвал для моего года самую дешевую цену по Москве и области. Он говорит, что это дохрена. Вот, ну, объективно, понятно, это не дохрена, потому что есть и за 700 тысяч с пробегом 135-2007 года люди продают. Ну, с зимы, естественно, потому что, видимо, дорого для 2007 года. Едем в Favorite Motors, прям буду называть. И приезжаем, для вида смотрим другую машину, бэушную, типа я хочу ее купить. И говорю, что давайте мы мою затрейдыним в цену той машины. Интересно, за сколько они оценят эту машину. С учетом скидок мы их приплюсуем и все поймем. Погнали. Я четвертый по ПТСу, а по факту третий. Там перерегистрация была с мужа на жену или с жены на сына, я не помню, что-то такое там было. Ну, в ПТСе четвертый. Три года сейчас будет уже, через месяц-другой. Что-нибудь делали? Мотор, коробку? Нет, мотор, коробку не делал. Красилось, я знаю, вот этот кусок крыла и дверь. Мотор, коробку не делал, потому что не надо, работает, что-то долезть. Ходовку делал два года назад, три года назад, как только купил. Полностью, всю. Тысяч 50 я вложил. Год назад по мелочи по ходовке делал, потому что ходовки у них что-то слабое. Сейчас из того, что сделать, масло поменять надо. Ну, можно колодки поменять, а можно не менять. Ну, то есть они не шипят, не шелестят, ничего. В вариаторе масло менял 5000 километров назад, ровно прошлым летом. Потому что у меня две машины, я поэтому и проехал мало. Так, ты где делал с собой? Да. Пойдем. Я говорю, 1900, я думаю, сейчас предложат, как с куста. Да и нормально будет. Ну, а в качестве автомобиля второго возьмем, наверное, себе вместо Qashqai Vespa. Ну, или Priora. Да? Скажите, вот цену, которую назовете, она будет финальная или потом машину еще будет загонять? Там что-то... А? Финальная будет? Я так думаю, поэтому цены изначально у дилеров немножко занижены относительно рынка. Из-за того, что, ну, просмотр-то беглый, по сути. Посмотрите, за вашу можно предложить вам 540 тысяч. 540 тысяч рублей. А скидка на машину, которую я буду покупать, если там какая-нибудь, может, предполагается? Ну, допустим, Galaxy S я возьму, там, может, 25 хотя бы с него скинуть. Да, да, ну, 25, наверное, да, скидем. Итого, моя машина, грубо говоря, 565, да, оценивается? Да. Понял, спасибо. Конечно, да. За оценку, спасибо, всего доброго. Слышали все, ребятки? Машина моя оценена в фаворите за 540 тысяч рублей. Понятное дело, они занижают цену, потому что они не делают никакой подробный осмотр, даже не проехались на машине, никакие подъемники, ничего не смотрели там, ну, абсолютно. То есть он действительно говорит, у тебя может быть коробка поломанная, а мы тебе вот сейчас вот прям даем деньги. Поэтому, в принципе, это, наверное, адекватная цена в том плане, что, ну, как 540, плюс скидка 25 тысяч, 565. Адекватная цена при том, что они не смотрят, то есть покупают тачку не глядя. Какого фига вот этот вот чувак, которому я изначально звонил, не мог сказать цену примерную, что там, сложно было спросить там, что крашено, какая комплектация, в каком состоянии, там, подтеки на двигателе и так далее. Ну, смысл не обманывать, если я ему сам звоню. А тут, получается, ситуация, он мне оставил объявление, а я ему звоню, и такое ощущение, как будто это он там царь такой, я к нему плебей пришел, типа, предлагать ему тачку. Ну, понятно, что он предложил бы где-то, я думаю, 1480 ему бы хотелось. Эти ребята тоже примерно сотку будут накидывать. И все-таки для чистоты эксперимента я предлагаю позвонить моему товарищу хорошему, Диме Прижонову, под запись, и узнать у него, сколько он примерно оценит вот автомобиль, как у меня. Да, Серег, здорово. Привет, Дим, есть пару минут, вопрос есть? Давай, давай. Я под запись тебя сейчас записываю на видеоролик, подписчикам привет передай. Смотри, сюжет записываю по поводу цены на мой автомобиль, я тут заехал к оценщикам, фаворит, позвонил чувакам, которые записки оставляют под дверь машины, для того, чтобы сгнить. Ну, ты знаешь примерно мою машину, у меня девятый год на Кашкае, 120 тысяч пробега, полторы крашеные детали. Так, примерно я знаю, да, я ее увидел один раз. Вот сколько бы ты ее оценил, либо порекомендовать к покупке, либо так примерно по рынку посоветовал бы поставить цену на продажу, вот в реалиях сегодняшнего рынка? Так, Серег, пробег ты назвал только что, значит, по поводу окрасов, окей, верю на слово, пристально я не рассматривал. Ты не сказал, ты не сказал сколько владельцев, ты какой владелец? По ПТСу четвертый, по факту третий. Окей, значит, и комплектации с кожным салоном? Кожный салон, монитор, да, передний привод. Так, тебя интересует какая цифра, сколько может дать рынок или дать трейбин? Рынок, рынок. Рынок за такой автомобиль может сейчас в нынешних реалиях дать тысяч семьсот пятьдесят восемьсот, вот так. Понял тебя, спасибо большое, Дим. Не за что, пока-пока. Давай, пока. Честно говоря, я думал, Дима назовет цифру поменьше, потому что он не из тех людей, которые любят дарить пустые надежды на цену, еще что-то. Я сам понимаю, что вряд ли моя машина за восемьсот уйдет или за семьсот пятьдесят. Я и думал поставить в районе семиста тысяч, так, чтобы еще чуть-чуть поторговаться. Давайте позвоним второму подборщику, для того, чтобы высчитать какое-то среднее. Звоним второму подборщику, тоже зовут его Дима, и узнаем, сколько он цену предложит. Обычно он чуть-чуть занижает, честно говоря, цену, но тем не менее. Алло. Алло, Дим, привет. Да, Серега, привет. Есть пару минут, я тебе звоню под запись, видео записываю в данный момент, и хотел проконсультироваться. А, слушай, я просто сейчас в зале, может, я выйду и перезвоню тогда? Да я буквально на минутку, один комментарий мне твой нужен. А, ну давай. Смотри, я видео записываю на тему, насколько оценка автомобилей адекватная, ну и вообще, насколько оценивают автомобиль. Я заехал в «Фаворит», мне оценили машину, и мне сунули под дверь, в проем двери эту записку. Типа, куплю ваш автомобиль, я им тоже позвонил, они оценили. И вот сейчас тебе звоню для более объективного мнения. Кашкай девятого года, мой, ну ты его видел, 120 рублей в пробегу, полтора окраса, на моноприводе, на комплектации выше средней, с монитором, с кожей. Сколько она сейчас стоит по рынку? Ну вот так вот, объективно, просто, за сколько ты мне посоветовал ее поставить, чтобы продать? Так, девятый год. Слушай, ну 600, я думаю, точно она должна уйти. А так надо смотреть. Надо смотреть, я понял. Ну да, а сколько предложили? Предложили в «Фаворите» 565, барыга, который кинул мне записку, он ничего не предложил, я ему говорю, 600, в принципе, я готов. Он посмеялся, говорит, не, давай объявляй меня на вторую. До тебя звонил еще одному подборщику, Диме Приженову, не знаю, знаешь ли, его нет, он сказал, что 1750 будет адекватная цена за машину с полуторами окрасами. Ну, 750 не знаю, потому что уже можно рестайлинг даже смотреть. Да, да, я видел, 750 начинаются они, да, в принципе. Поэтому, ну, 650, как бы, да, я думаю, точно уйдет. 700 под вопросом. Понял тебя, будем пробовать тогда. Спасибо, Дим, спасибо. Да не за что, Серега, ага. Пока. Давай, на связи. Ну, второй, Дима, подборщик дал менее радужную цену, как для меня. Короче, друзья, сами все слышали, суть этого видеоролика заключалась всего лишь в нескольких вещах. Вещь номер один, к барыгам, вот этим вот перекупам, обращаться не стоит. Почему? Потому что, во-первых, им продать тачку, это себя не уважать. То есть, они хотят сидеть, нихрена не делать при этом. Вот у меня спроси сейчас по какой-нибудь тачке, которая достаточно ходовая, по всем я не скажу, наверное. Ну, там спроси у меня по Рапиду, там, пятилетнему, по Полику, по Октавии, по Кашкаю G11, по X-Trail. Я цены средние по рынку знаю абсолютно четко. Знаю, при какой комплектации должна быть какая цена. Я звоню вот по вот этой вшивой бумажке какому-то барыге, и он мне не может назвать цену на мой автомобиль. Да назови ты хотя бы в самый низ рынка, там назови типа 450 тысяч. Я, может быть, поплююсь, но хотя бы буду понимать. Если ты занимаешься вот перепродажей машин, ты барыга, ну, хотя бы в этом попробуй как-то немножко потрудиться. Ну, поуговаривай человека. Скажи, что у тебя там машина сломается вдруг, или у тебя там вариатор неликвидная тачка, или у тебя там, ну, еще что-то. Ну, короче, придумать всяких уловок-то можно разных, причем не обязательно врать при этом. Этот человек вообще ничего не старается делать. Просто такой, давай, говори мне цену, ты мне тут позвонил, там, и так далее. Это отношение прям ужасное. По поводу дилеров, ситуация в следующем. Если вам нужно быстро слить тачку, прям сразу же вам срочно нужны деньги, то к ним можно обращаться. Они, в принципе, дают, конечно, низ рынка, прям ниже низа рынка. Но, тем не менее, вы получаете сразу машину, деньги, то есть вы их получаете без какого-то мозга дробения, да, то есть достаточно быстро. Я думаю, за несколько дней здесь сделку вполне себе, может быть, день в день даже оформить. Плюс, если у вас с машиной какой-то есть скрытый косяк, ну, типа, действительно, коробка там как-то пинается, вы поменяли масло, и вот она сейчас хорошо работает. Вот в этом случае, чтобы не портить карму и не продавать какому-то частному лицу, не лгать ему, можно дилеру слить. Потому что, я считаю, юрлицу продавать вот такому крупному, они как бы не обеднеют. Они как бы и так нормально себе людей там насовывают на своих допах, поэтому пусть как бы схавают хотя бы на этом. А то, что эта тачка потом у дилера будет продаваться, и кто-то из частных лиц ее может купить, это, в принципе, и не ваша проблема уже, с одной стороны. А с другой стороны, это частное лицо, которое едет к дилеру покупать 10- или 12-летний автомобиль, он должен понимать, что если он не разбирается в тачках, то бери того, кто разбирается рядом. Либо не покупай машину один, тут все просто. Поэтому здесь карму вы не портите однозначно. Вот, и третий момент, все-таки старайтесь продавать сами, и старайтесь формировать какую-то адекватную цену вашего автомобиля. Не надо там оверпрайс делать за то, что у вас на 13-летней машине там 10 тысяч пробегают. Вот есть там, на вторую я видел, Кашкай чувак продает с пробегом 45 тысяч за лимон 200, что ли. Самый первый Кашкай. Ну, это же абсурд. Несмотря на то, что у нее маленький пробег, все равно она требует обслуживания, потому что со временем резинки ссыхаются, еще что-то, то-се. Не все заключается в лакокрасочном покрытии автомобиля, то есть цена из этого только не формируется. Понимаете, в чем дело? Поэтому относитесь к этому адекватно. Я надеюсь, этот эксперимент был для вас полезен. Если у вас есть какие-то еще идеи по поводу того, какие мне вот в рамках такого же формата эксперименты произвести с дилером, с кем угодно, напишите об этих идеях в комментарии. Буду в крайней степени признателен и в ближайшее время попробую их реализовать. Не хотите писать в комменты, заходите в чат в телеграме, туда можете прям напрямую меня через собаку выделить. И там ко мне обратиться, можем на эту тему пообщаться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отправляйте этот ролик жене, теще, куму, свату, другу, кому угодно. Всем спасибо и удачи!